здравствуйте вам уважаемые подписчики и зрители канала меня зовут никита мы продолжаем прохождение dragon age origins как вы помните в конце просто в начале прошлой серии точнее в конце предыдущей даже так мы прибыли вастагар начали более-менее осматриваться в лагере нашли еще двух новобранцев которые также готовятся к принятию в орден серых стражей и вот это вот вот это вот под кучей меня немножко напрягает как она отражает цвета похоже на какую-то нартут что ли только не растекающиеся ладно давайте осмотримся еще здесь нам есть с кем поговорить у нас он пленник тут завис давайте с ним поговорим неужели хоть кто-то пришел наконец поболтать с несчастным узником надеюсь ты здесь не для того чтобы объявить мне приговор немножко странно что у нас прям до него допускают но может потому что знают что серые стражи мы собираемся единственно что непонятно не отметок никаких нет ни документов странно ладно нет насчет приговора мы не прибыли а какой приговор туда там таких как я просто сажают в кутузку и жди себе покуда какая-нибудь важная птица не найдет время заняться твоей судьбой ну хоть капелька сострадания в тебе найдется мне бы только поесть и попить меня не кормили с тех пор как заперли здесь я умираю с голоду что тебя сюда посадили дружище как сам я дезертир то есть меня считаю дезертиром но этих вояк разве переубедишь это самом деле дезертировал дружище нет я не дезертировал но когда человек шныряет посреди ночи вокруг лагеря что еще о нем могут подумать если поймает разве это важно мне бы только поесть до водички глотнуть действительно парень шныряет ночью по лагерю соответственно нарушение устава там соответственно всех правил забавно зачем же ты штырял дружище да я бы рано или поздно дезертировал но только я не шнырял по лагерю а шел на дело один из этих магов упился в смерть а я взял да и стянул у него ключик от сундука в котором маги хранят всякие волшебные штучки кстати этот ключ при мне здесь не этот ключ без надобности так что я охотно отдам его тебе в обмен на пищу и воду поэтому что интересно никакой логики нету в том что он сейчас в нашей локализации что он сейчас надрывается орет хотя страж казалось бы стоит вот от него рядом надо бы наоборот потише шептать это рассказывать другое дело откуда у него ключ вот это большой вопрос учетом того что он был арестован и здесь вроде бы голый так я его проглотил а потом он вышел так сказать повезло тебе идиоту что он в кишках у тебя не застрял не хочешь скажу руки брать я думаю что дело-то излечимое вы помыть нужно и вообще там взять ладно давайте посмотрим может быть ему поможем парню тяжело конечно и дезертир и подлец но я думаю что в ближайшее время в случае где-нибудь на виселице подвесить или кресту прибьют я уж не знаю как здесь делают просто попроси стражника поделиться едой я видел как он получил паек и сунул его в карман куртки ну что я сомневаюсь что стражник добровольно поделится пайком обычный нормальный стражник то у меня есть большие сомнения по этому поводу давайте поговорим вы серые стражи отправляетесь с королем меня оставляют помирать с тоски и караули этого дезертира надо было вздернуть его и все дела и голову до копьё выставить говоришь ты конечно смело словах ты лев толстой а на деле еще не факт ладно давайте поговорим кто этот арестованный давайте попробуем от сразу услышать договорят его взяли на службу перед самой войной в дэна риме он думал поди что раз у короля на службе то ему и воевать не придется то есть такой нормальный трус который думал поживиться чем-то во время войны но его поймали то есть стражи не дремлет и это радует почему он дезертировал но это наверное глупый вопрос в общем то уже поняли что он из себя представляет ты тут почему стоит что он вроде в клетке подвешен какие проблемы так не могу же я взять и отпустить его еще решат что я с ним заодно верно ждем пока какая-нибудь важная шишка придумает что с ним делать наверное его в конце концов повесит а для меня другое занятие найдется так а ты тут причем визит он себе и висит чего хранить на земле достаточно высоко стальная клетка наверно там не кудесник какой-нибудь у нас либо попрощаться в общем то я думаю что если мы спросим почему он дезертировал будет простой ответ мы скажем что довелось не поговорить не думаю что вы узнали что это интересное он просит и воды да все проще а мне ты еды на него не давали поэтому чтобы его накормить мне придется от себя оторвать ну понятное дело я сомневаюсь что стражник отдаст кусочек пищи ну мало ли может может обычный парень там ладно так и быть да думаю беды не будет если этот бедолага разок поезд перед веселецей не знаю только что вам за дело до него но только я касательство к этому не имею если меня кто спросит чего это арестованный рыгает я сошлюсь на вас вы уж имейте в виду да хорошо хорошо и значит получили часть пайка давайте отдадим клинику он даст нам ключ который вышел на сын ну как принес мне поесть я такой голодный что сейчас в обморок грохнусь да на тебе дурачок в общем-то неплохой обмен другое дело что по сундукам магов шныряет не очень здорово но если мы там под чего-то найдем уже неплохо поешь весьма обязан да прольет на тебя антрасты свое благословение и как я уже говорил вот тебе ключик пользуйся на здоровье ну чтож ключик это уже само по себе хорошо само по себе хорошо ага ладно ключ где-то среди ключ сундука магов резной ключ с сомнительному состоянии как ни странно он немного теплый не будем о таких подробностях так тут раненый солдат нянька и у нас в общем-то и лазарет под боком правда он как он заряд совсем не выглядит но это уже мелочи жизни он зовет меня парня накрыл основательно ты страж возможно не захочешь задержаться здесь надолго большинство этих людей были осквернены кровью порождение тьмы большинство этих людей тут один раненый солдат лежит я догадываюсь что остальные где-то еще их просто здесь не держит уже расскажи им сделать так чтобы тебе поверили нам надо бежать порождение тьмы наступают так вот оказывается у кого по-настоящему то крышу сорвало я думаю с ним вменяемо как-то говорить особой не имеет смысла скажем что-нибудь забыл что тут серые стражи есть серые стражи погибнут король погибнет мы все все погибнем прошу прощения страж он ведет себя так с тех пор как его нашли в диких землях так ну и он что с ним что случилось то он весь изранен но думаю раны тут ни при чем его кровь не поражена скверный он просто до смерти напуган ты же тоже это чувствуешь правда они оскверняют землю и земля становится черной и больной ты чувствуешь это я знаю они выползают из того леса и заполняют все вокруг они скоро пожрут нас как гусеницы дерева ну хватит друг мой довольно тебе надо успокоиться они были повсюду я сам видел дядь сочувствуем парня крыша съехал еще хуже чем у этого которому формально еще хуже да ладно давайте пойдем дальше осмотримся того то конечно гражданина крышу сорвало от страха только как надо о сути физики корень им удовольствием очень даже к месту будет так здесь у нас выход в дикие земли каркари привет тебе а ты ведь из тех новобранцев которых привел дункан я не могу пропустить тебя в дикие земли каркари пока он сам не прикажет дурацкий вопрос задавайте почему уже я верю что все будет порядке не вид никого смысла тут стража стоит у нас должен и все в порядке типа че тут у него веселый при веселый пёс ладно так у нас что прошу прощения но вход в главный лагерь армии вам сейчас запрещен то есть и туда нам нельзя шатров кстати не так много вот по-хорошему не знаю почему этого не сделали могли бы нарисовать тушь местах недоступных этих шатров там несколько десятков хоть там на каждом пятачке их забить потому что это смотрится как-то очень скромно чувствуется что здесь есть армия хотя бы в тысячу человек так а вот тут самый сундук но я так понимаю что нам так просто время не дадут залезть парень то даже вообще заглянем дневник вы получаете от узника ключ и вероятно это ключ из сундука из сектора круга магов королевском лагере добраться до сундука можно будет только когда в нем не будет усмиренных например когда они вечером будут отдыхать да да этот парень нам точно не позволит взять сундук давайте еще посмотрим где мы не были мы не были как раз в этой южной части замка дайте сюда заглянем куда-нибудь туда сходим глядите внимательно парни вот это уродина порождение тьмы они сильны и хитры но не слушайте бабушкиных сказок все они смертные проткнешь мечом и готов кровь у них черна точно грех и ядовито не вздумайте даже ее коснуться если эта кровь попадет на вас считайте что померли мы уже потеряли так много псов пришлось надеть им намордники чтобы не кусались это медленная и мучительная смерть неприятные ребята во всех отношениях так сержанта мы можем поговорить не трогай труп мы его сожжем чтобы никто не заразился понятно самое главное у них заметьте есть броня у них есть поножи у них есть башмаки какие-никакие у них есть броня ну то есть нагрудник вот этот хотя он доходит только до самой груди то есть закрывает все брюхо причем такое поясающим кольцом есть наручи какие-никакие наплечники есть опасные противники неужто им кто-то делает эту броню откуда они ее берут тоже вопрос насколько они разумные существа но выглядит мерзко даже хуже чем всякие орки из властелина колец пасть такая что мама родная больше на череп похож только плотью обтянутой но и видно что работа в лагере идет он лучники тренируются ликбез проводят для новичков я так понимаю это хорошо хорошее свидетельство готовность армии то что она не без дела просто так не висит хотя движухи маловато откровенно говоря особенно перед битвей народ надо напрягать защитники справедливости прощение жейца пускай впереди меня только тьма ладно я так понял ты тут на своей волке и тебя не надо трогать давайте тогда где мы еще не были можно уже в принципе идти по заданию ну нам есть наверно найдется еще с кем поболтать пара диалогов провести например страшлагейна и короля что же давайте со страшняком короля чтобы поговорим если есть такая возможность приветствую тебя короля кайлана сейчас нет шатре где же он думаю что пьет в гостях у серых стражей он их знаешь ли сильно уважает как и его отец только дунтон вроде у костра стоит с новобранцами может быть где-то в отдельном помещении с ними в пьетто друща а можешь ли ты нам что-нибудь рассказать о короле да уж верно хотя он чаще всего бывает с серыми стражами куда стражи не отправится он едет с ними тейрн логейн старается почаще видеться с королем и всякий раз спорит с ним по поводу предстоящих битв на король от него просто отмахивается король хочет покончить с мором одной великой битвой которую потом будут воспевать веками как ты думаешь такое возможно сомневаюсь это больше похоже на сказки то есть хотелось бы я думаю многим хотелось бы чтоб так и произошло но в жизни бывает так далеко не всегда вот и тейрн сомневается хотя он все равно сделает так как хочет король короля насмешило что ты назвал его безрассудным а еще они ругались из-за королевы а причем здесь вообще логейн если из-за королевы то они ругались так она же дочь тейрна то ли его разозлила то что сделала она то ли то что сделал король не знаю да мне наверное и не стоит это обсуждать ну вообще да ты сразу и не должен был с такой информации в принципе наверное тоже скучно тут стоит один в напряге храняет то что королева дочь тейрна логейн это очень интересная информация очень-очень то есть они еще и родня во всех отношениях в принципе логейн один из тех или если вообще не один единственный кто действительно может на короля орать как пожелаешь интересно так еще стражник логейна перед тобой шатер тейрна логейна говори что тебе нужно дурща может быть ты нам расскажи что-нибудь о нем пожалуйста ты ничего не знаешь и логейне быть такого не может он помог освободить фэрилден он продумал всю стратегию и тактику армии короля мэрика и вышвырнул с нашей земли треклятых арлесианцев король мэрик дал ему в награду титл тейрна представляешь просто людины вдруг вознесся так высоко спорим на что угодно что без логейна король не выиграл бы ни одного боя с порождениями тьмы да я посмотрю этот парень страшно предан логейну наверное тоже тот его снизу поднял и служит он как мы видим верой и правдой яра его защищает и более того еще и восхваляет может быть конечно не не безосновательно но легенда некая создается то есть мы теперь видим сразу заученными фразами начала говорить что всю тактику и стратегию продумал продумал армию короля мэрика без него бы ничего не было то есть легенда да вокруг этого человека некий ареал ареал орел создался основательный так что-нибудь еще у себя но не мое это дело рассуждать чем занят т.н. это может быть еще какую-то нам информацию выдашь особо секретную пожалуй могу но только шепотом а вот уже много дней cr и король все время ссориться cr знает короля с пеленок так что они не очень-то церемонятся друг с другом cr высказывается на чистоту а король в ответ орет на него лично я считаю что королю следует слушать наверно в конце концов если бы не т.н. наши дела были бы не столь хорошей ну ладно ладно информация хотя бы сходится что я действительно с королем сейчас ссориться но может быть это нормальный процесс то есть хотя не совсем нормально но парень тем не менее молодой так король не знаю сколько там 20 из 21 22 вообще сколько на вид очень молодой и по всей видимости достаточно безрассудный проблемы возраста может быть еще и проблемы такой системы как передача передача права направления по наследству ладно я не знаю насчет аудиенции спрашивать имеет ли смысл мы этого человека не знаем и что-то у него просто так начать спрашивать этот наверное не очень-то прилично знаете не буду лажа не будем сейчас об этом говорить может быть потом когда-нибудь если нам действительно это понадобится пока что я не вижу очевидных причин зачем нам это делать парой слов давайте с другом перекинемся который костра я вижу ты нашел наш шатер тебе что-то нужную мы готовы начать ритуал посвящение разве а можно что-то дункан спросить с этим тебе поможет алистер я рассчитывал что он успеет вернуться к этому времени сейчас ненамерно особо говорить он нас отсылает к алистеру с этими ребятами я думаю тоже больше не дадут посмотрим что еще нужно будет от нас думка ну да посмотрим посмотрим совершенно точно здесь раньше был еще и маленькое такое светище меня зовут пик иди скажи тэрну логейну что отряд готов к выступлению если мы обнаружим что-то дадим знать будет исполнено сер опа это интересно поскольку мы только логейну можем как-никак прибыть так или иначе парень прошу прощения могу ли я чем-то помочь о чем-то я доставляю послание для тех кто в лагере у вас для меня есть поручение давайте попробуем солгать это интересно может быть какую-то информацию из него выводим интересу в таком случае что погодите-ка не вам ли я должен передать меч сэра гарлина кузнец ним кажется закончил мы можем присвоить себе меч попытаться убедить его либо же какие-то послания передать например терну логейну другое дело что какое послание опять же непонятно давайте попробуем убедить передать меч это интересно хотя кого-то с другой стороны если мы сейчас у кого-то возьмем чей-то меч кузнеца а потом этот человек обнаружил что у него у нас его меч было бы не очень здорово давайте попробуем поговорить насчет логейна боюсь что нет перн строго на строго велел до конца дня его не беспокоить а сэра алистеру простите великодушно но я не знаю такого и я тут при королевской свите а потому знаю не всех то есть мы можем либо взять этот меч наверное какой-то достаточно интересный либо не брать его даже не знаю но это как-то то чтобы непорядочно но информация интересна ну что ребят будем будем себя вести неприличные и гадко чужие мечи воровать я думаю что нет не будем мы чужие вещи брать как вам угодно прощайте на дружище не будем себя меч брать ну и давайте займемся теперь своим основным делом пойдем пойдем поищем алистера тут мы уже все что нам интересно были было с искали хотя стойте а да мы заходили туда мы заходили спрашивали все теперь будем взяла действительно все все участки буквально обошли тут у нас военный совет и слуги которые наверное готовятся к нему сундук у нас поди закрыт да и вот мы открыть не можем а вот у нас и алистер стоит тут о чем-то с гражданином магом беседует что еще стряслось вокруг и так много помогает серым стражам меня сэр маг прислала преподобная мать она желает тебя видеть ее преподобие может желать чего угодно меня это не касается я занят помогаю серым стражам по приказу короля между прочим может надо было ее попросить чтобы она обратилась к тебе письменно скажи ей что я никому не позволю себя оскорблять парень пытается острить на оскорбил тебя всего только передав пару слов твоя болтливость не делает тебе чести ну вот а мне-то казалось что мы так хорошо поладили я даже собирался называть в твою честь одного из моих будущих ребятишек самого сварливого довольно я так понимаю мне придется поговорить с этой женщиной а теперь прочь дороги болван дороги знаю даже умора есть одна хорошая черта он так сближает людей да друг даты петросян основательный у нас что ему скажешь что ты сказал да так ничего просто пытаюсь найти во всем этом светлую сторону погодима ведь еще незнакома верно надеюсь ты не маг но ты как думаешь но мы знаем что ты алистер уже уже чувствую а ты стала быть новый дунканов рекорд от знакомству как самый младший член ордена я буду сопровождать тебя во время подготовки к посвящению ну дайте представьте что знакомству зовут марка верно это имя мне назвали вот мне и любопытно ты вообще когда-нибудь сталкивался с порождениями тьмы с какого перепугу нет никогда когда у меня был первый в жизни бой с порождением тьмы я оказался не готов к тому как чудовищно выглядела это бестия не сказал бы что я предвкушаю новый бой с таким противником так или иначе когда ты будешь готов вернемся к дункану представляю как ему не терпится начать да из парня даже информацию не надо вытягивать он сам все рассказывает вот и до практически так с остальными рекрутами в общем-то знакомы на что он касательно стой ссоры шмагом круги по желанию короля и церкви это вот не на столичка не нравится церковники просто обожают всячески намекать магам что им тут делать нечего и это ставит меня в довольно неудобное положение я ведь когда-то был храмовником то положение неприятно давайте у него справа спросим что значит быть храмовником а ты не знаешь ладно расскажу вкратце магия опасная поэтому церковь стремится держать их в узде для этого церкви нужны храмовники которые специально учатся выслеживать и убивать магов отступников именно этому меня учили пока шесть месяцев назад меня не забрал к себе дункан я уверен преподобная мать посылая меня к магу хотела его позлить и маг это сразу понял я бы в жизни не согласился исполнять такое поручение но дункан говорит что мы все должны сотрудничать и вообще ладить друг с другом нашим об этом похоже забыли сказать что все тогда подкалывал тут мага по черному так ладно ладно пошли больше не о чем говорить если у тебя есть вопросы задавай если нет вперед но как видим все таки тут у магов церкви есть свои неполадки свои проблемы у нас кодекс обновлен давайте почитаем заметки насчет алистера она общем эту информацию мы уже и сами знаем сами знаем о ком еще у нас может быть информация насчет там короля нет 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 никакой инфы единственное что давайте наверное сейчас все-таки пройдемся поговорим еще с логейном ну мало ли узнаете блин сейчас так подумал мало ли как будет из него полезную информацию выводим или еще чего-нибудь всякое может быть а потом тогда по бы реку и к дункану домчимся перед тобой шатер тэр на логей мы в курсе другой что тебе нужно так он внутри себя но не мое это дело рассуждать чем занят тэр можно аудиенцию я так понимаю у тебя есть послание для него тогда подожди здесь ну в чем дело а я так понимаю ты тот новичок которого дункан взял серые стражи ну вот мы хотя бы тебя увидели да так точно просто безумно от серых стражей ты знаешь что его отец вернул ваш орден фарелден нет мы этого не знали я то почему-то думал что дункан как раз прибыл для того чтобы его реанимировать и вообще воссоздавать оказывается он еще некоторое время назад то есть королем отцом нынешнего короля к элона мериком уже был воссоздан хотя может быть только на словах и думка сейчас занимается делом но какая-то все-таки основа уже была то есть дункан не совсем уж на пустое место прибыл с одной стороны хорошо с другой стороны и плохо плохо правда не особо но тем менее могут быть организационные некие заморочки нет ни дружище мы об этом ничего не знаю мэрик уважал серых стражей они занимают почетное место в сердцах нашего народа но все-таки мэрик понимал что одними легендами и преданиями битву не выиграешь но я сейчас не хочу это обсуждать где-то я тебя уже видел может на собрании земель мой отец был терном хайвера король рассказал мне о своем обещании я уверен что он не отступит от своего слова полагаю тоже очень надеемся самую гущу боя вместе с другими стражами не так ли к чему этот дурацкий вопрос скажем не знаю действительно что какие-то мутер споряжения насчет марка еще неизвестно если кайлан не изменит своих намерений то поскачешь мне пора вернуться к делам а ты если знаешь молитвы помолись чтобы наш король услышал голос разума я не знаю что здесь сказать мне в общем не один ни одна из этих позиций не соответствует не знаю похоже не очень тонн шин мэрика и правитель моего любимого фэрол дэна и еще он очень молод я стараюсь помнить об этом помни и ты да пожалуй так и будет и у нас да у нас некая информация по королю мэрику отцу кайлона нелегко отделить живого человека от легенды последний из династии короля калинхада серебряного рыцаря мэрик изгнал из пределов фэрол дэна арлисианский армии вернул себе трон и освободил наш народ от наземной тирании все это истинная правда и в то же время звучит неправдоподобно мэрик сын мятежной королевы мойры родился потайном убежище недалеко от каталового перекрестка и вырос в лагерях мятежников изгнанников своей собственной стране когда мятежная королева умерла мэрику наследовал ее бездомных дворян согнутых земли арендаторов и невольных граждан и с помощью своего друга логейна мактира создал из них армию все так понимаю что логейн интересно как они познакомились что самое самое интересное как обычный крестьянин стал маршалом государства как стал во главе войска наравне с королем как он попал в военный совет думаю это была интересная история после решающей битвы при реке дэйн мэрик стал королем фэрол дэна женился на рован дочери рендар рендара рендар на герина эрла редклиффа и начал долгий нелегкий труд по восстановлению всего 170 лет оккупации разрушил орлей интересно что мэрик начал восстановление о восстановлении ордена при том что мы знаем что и в орлее есть орден серых стражей но почему-то орлесянцы не спешили создавать здесь ордена возможно и мэрику это просто приписали по ходу хотя и орлесянцы уже до этого издавали такие указы нам это неизвестно это же фольклора история составленный с сестрой петрины с ним уже по таким сочинениям встречались ладно всю информацию нас интересующие мы доволи давайте же теперь поговорим с дунканом уже наверное готовы к посвящению надеюсь вижу тебе удалось отыскать алистера хорошо полагаю вы можете приступить к приготовлению разумеется алистер при условии что ты больше не будешь злить магов но что я могу сказать преподобная мать подловила меня с ее способностями ей самое место в армии она вынудила тебя нагрубить могу алистер мы не можем позволить себе враждовать с кем-либо не нужно давать никому козыри против нас ты прав дункан прости раз уж все вы здесь мы можем начать вы вчетвером отправитесь в дикие земли каркарий чтобы выполнить два задания первое добыть три пузырька крови порождение тьмы по одной на каждого новобранцу и зачем же на меньше сразу же интересно зачем но давайте не будем выдавать сразу свое любопытство а второе когда-то в диких землях хранился архив серых стражей но когда мы потеряли возможность держать столь дальние заставы он был утерян не так давно стало ясно что там могли остаться некоторые свитки защищенные магическими печатями алистер я хочу чтобы вы достали эти свитки если сможете как же их не вывезли то почему они там остались если они представляют хоть даже какую-то важность блин что это за свитки тех свитках соглашения взаимной помощи скоро они могут прийтись очень кстати береги своих подопечных алистер возвращайтесь скорее целыми и невредимыми будет исполнена ну что ж да присмотрит за вами создатель жду вас здесь блин я замес того чтобы нажать второй пункт диалога я нажал случайно 1 получилось что мы уже непосредственно перешли к заданию ну ладно это соглашение серых стражей о помощи им ни много ни мало нифига себе я и такие важные документы здесь оставили уже бред ладно оставили не оставили что тебе нужно только не говори что ты он прислал новые приказы мне дружище все с тобой по моему чего же тебе тогда надо мы разговаривали удачи тебе в том деле больше нечем нам с тобой говорить если я не ошибаюсь тут можно перед выходом поговорить с другим дядьки который будет нам чуть более интересен извини мне пора не значит готовились я поборю может быть я что-то попутал да наверное так давайте сразу отправимся в дикие земли больше нам тут делать нечего и на креста под наше руководство встает сразу несколько вояк двойного братцев и алистер ладно давайте раз уж алистер все-таки главный будем ввести пусть именно он ведет отряд ну и уже когда прибудем в дикие земли мы тогда и сформируем тактику наших вояк берем там что-нибудь привет тебе мне сказали что вам всем нужно отправиться в дикие земли что же ворота для вас открыты только будьте осторожны по ночам в лесу и серому стражу небезопасно надеюсь что мы туда все-таки не ночью идем верно еще там день или вечер но как бы не пришлось там еще и заночевать посмотрим хотя на самом деле давайте наверно на это тогда и завершим серию следующий у нас пройдет непосредственно уже в неком действии то что до этого у нас практически все серии за исключением той резни которая случилась в замке проходили в диалогах в рассмотрении окружения добычи и поиски информации а сейчас нам придется уже основательно повоевать придется заняться делом непосредственно ну и что ж тогда увидимся в следующей серии а для вас играл комментировал никита удачи вам и счастливо пока пока